Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! Почему-то так сложилось, что из баклажанов принято делать либо закуски, либо какие-нибудь горячие блюда. И мало кто использует их, чтобы сделать начинку для выпечки. И между прочим, зря, ведь с баклажанами получаются очень вкусные пироги. Сегодня поделюсь с вами одним из таких своих любимых рецептов. Этот пирог или галета делаются очень просто и быстро, а баклажаны в сочетании с орехами и хрустящим тестом обязательно произведут на вас впечатление. Список ингредиентов открывайте под описанием видео. Холодное сливочное масло, порезанное кубиками, отправляю в блендер. Добавляю соль и муку, но не всю, оставлю примерно 3 столовые ложки. Измельчаю. Получается такая крошка. Затем добавляю к ней холодную воду и еще раз размешаю. Высыпаю на стол оставленную муку и выкладываю готовое тесто. Затем немного вымешу тесто руками. Долго его вымешивать не нужно. Главное, чтобы оно перестало липнуть к рукам. При этом важно не переложить больше, чем нужно муки. Если у вас осталось лишнее, уберите. Ну вот посмотрите, оно должно получиться таким мягким и нежным. Далее тесто кладу в пакет и убираю в холодильник минут на 30. А тем временем сделаю начинку. У баклажанов отрезаю края, режу на 4 части вдоль, так как они у меня не крупные, а затем брусочками. Конечно, возможно, баклажаны можно порезать и кубиками, но таким образом, мне кажется, начинка получается нежнее. На растительном масле обжариваю лук, затем добавляю резанные баклажаны. Размешиваю и обжариваю все вместе. Я жарю до золотистого цвета. Добавляю любые специи, в данном случае у меня хмели-сунели, соль и чеснок. Обязательно нужна резаная зелень. У меня петрушка с укропом. Размешиваю и отключаю нагрев. Все, начинка готова, даю ей немного остыть. Также можно добавить соевый соус. Он очень дополнит вкус начинки. Раскатываю тесто прямо на пергаменте толщиной примерно 8 миллиметров. Отступив от края, выкладываю половину порции орехов тонким слоем. Кстати, предварительно их можно обжарить. На орехи выкладываю баклажановую начинку. И сверху помидоры, порезанные тонкими кружочками. И теперь загибаю края теста на начинку, формируя при этом складки следующим образом. Друзья, у меня на канале вы найдете много рецептов с баклажанами. Например, рогалики с баклажановой начинкой, баклажановая пицца, всевозможные закуски и в том числе заготовки на зиму. А также рецепты галет. Галеты с яблоками и тыквой и галеты с яйцами на завтрак. Все ссылки вы найдете под описанием к видео или после видео. В завершении полностью посыпаю галету оставшимися орехами. Перекладываю вместе с пергаментом на противень и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Эта выпечка хороша как в горячем, так и в остывшем виде. Посмотрите, какое тоненькое тесто и много-много начинки. Это тот случай, когда мы можем в полной мере ей насладиться. Ведь она получается такой нежной, сочной. Ну а сочетание баклажанов, орехов и помидоров это классика. При этом тесто отлично дополняет картину. Хрустящее, рассыпчатое, чем-то похоже на слоеное. В общем, обязательно испеките эту галету, попробуйте и впечатлениями не забудьте поделиться в комментариях. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, смотрите рецепты вкусных заготовок на зиму и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.